Всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Меня зовут Наташа. Сегодня у нас интересная и необычная тема. Как все, наверное, уже видели и знают, что очень часто мелькают видео такие на YouTube по тегам. И самый популярный тег в последнее время это тег «Бежала за шлейфом». Его придумала блогер Инна Парадайз. Тег мне, конечно, очень нравится. Но я не могу сказать, что у меня есть какие-то такие ароматы, за которыми я бежала или за которыми за мной бежали. И я думала, как же мне, например, снять, ну, примерно такую же тему, но как-то видоизменить. Вы же меня знаете, мне все не так просто. И можно сказать, что я не придумала этот тег, а просто чуть-чуть его поменяла в другую совершенно сторону. Можете уже пририсовывать мне рожки, и этот тег будет называться «Тег бежала от шлейфа». Если вам интересна эта тема, то присаживайтесь поудобнее и начнем. И без долгих предисловий мне, конечно же, хотелось бы сказать вам большое спасибо. И, конечно же, пригласить вас подписаться на мой канал. Это, самое главное, поддержка и мотивация. Мне очень приятно, что вы подписываетесь, комментируете. Пишите мне ваши антикомплементарные ароматы. Ароматы, от которых вам хотелось в прямом смысле бежать, или от которых вам было физически, например, плохо. Или, в принципе, любой абсолютно комментарий. Как мое видео продвинется, и пару включенных людей смогут заметить мой канал. И начнем. Ароматы я разделила на 4 категории. Я расскажу вам не только про антикомплементарные ароматы, которые делали, например, мне антикомплементы, но также какие-то истории из жизни, например, моих друзей или моих знакомых. Я расскажу вам про ароматы, которые лично мне не очень нравятся. Хотела бы вам сказать, чтобы вы не обижались, потому что это все, понятное дело, индивидуально. Все мы разные. И моя любимая фраза, как я обычно говорю, «мы не деньги», чтобы всем нравятся. Ну, так же, как и ароматы. Они тоже не деньги, чтобы всем нравятся. Кому-то нравятся розы, кому-то не нравятся розы, кому-то нравится, там, карамель, ну и так далее. Так можно до бесконечности перечислять. Поэтому особо впечатлительных и беременных прошу отойти от экрана. И мы начинаем. Первые ароматы и первая категория – это антикомплементарные. Как вы понимаете, ни один из этих флаконов сегодня я вам не покажу, но парочка, правда, будет. Но это мои любимые ароматы, которые, ну, понятно, не было, остались у меня. Все остальные я либо отдала, либо где-то я пробовала. Так, и как я уже начинала говорить, первая категория – это антикомплементарные ароматы. Самый антикомплементарный аромат, по мнению других, но не моему, – это Мансера Жардин Эксклюзив. У меня его не было, но у моей сестры связана с ним такая небольшая история. Прежде чем я ее вам расскажу, я все-таки решила в некоторых ароматах зачитывать ноты, чтобы понимать, в чем, например, проблема конкретно этого аромата. Первый нот – это груша, белый персик, карамель, лимон, апельсин сицилийский и зеленое яблоко. Средний – жасмин, серая амбро, фиалка, болгарская роза. Базовый – белый мускус, магадаскарская ваниль и сандал. Он очень похож на кирпки с таким таким фруктовым, сочным взрывом. Но все-таки у него отличается мускус и у него отличается старт. С учетом того, что здесь на старте есть груша, персик и карамель, для меня это, знаете, такая тягучая карамелька, или, например, тягучая карамель, которой полили фрукты. То есть старт явно слаще, он отличается, например, от кирки, да? И мускус у них тоже отличается. У кирки такой мускус, он, я уже несколько раз говорила, что он дает мне каким-то бензином. Я не могу долго его слушать, долго себя обонять, тем более, когда он отстоялся, то есть когда он не отстоялся, я как-то могла еще его переносить. Но когда аромат отстоялся, мне чисто физически стало его тяжело переносить, и я его продала. Я в нем чуть позже также к нему вернусь и расскажу вам. Вот. И какие истории были? Я подарила его на день рождения своей сестре, потому что очень ей понравился у меня кирки, но она хотела что-то в таком же подобном направлении, но, понятное дело, чтобы у нас не были одинаковые ароматы. Супругу подарили ей на день рождения Монсера Жарин Эксклюзив. И каково было мое удивление, что она собрала кучу антикомплиментов. Как только мы не приедем к ней в гости, к маме моей, к моей сестре, и мы с ней встретимся, она постоянно мне рассказывает. Такой один яркий случай был, что в маршрутке женщина начала кашлять, то есть они сели рядышком, то есть моя сестра ехала в маршрутке, зашла женщина, села с ней рядом, долго-долго кашляла, потом сказала, что у нее одышка, и попросила мою сестру пересесть. Да, конечно же, ей много раз говорили о том, что не очень приятный аромат, также на нее жаловались то, что от ее куртки очень сильно пахнет, когда она ходила на работу, когда она работала на одной работе с девочками, она с ними общалась, и они ей постоянно говорили о том, что ее запах от куртки передается к ним на куртке, на верхнюю одежду. Как так, я не знаю, то есть как аромат так мог перемещаться, но вот как-то так. Ну и также постоянно ей говорили антикомплименты, она, конечно же, расстраивалась, и сейчас у нее аромат стоит просто в таком, да, нигдеальном углу ящика, но все-таки я ей говорю, что все-таки немножко нужно быть с датировкой поосторожнее, потому что, ну, она у меня многопшищница, есть у нее такое, но у нее, как я понимаю, она смея все-таки, потому что когда я слышу, то есть когда она, помню, зашла, сначала зашел аромат, а только потом зашла моя сестра, вот. А она говорит то, что она делает, например, 4-5 пшиков, но это очень тяжелый аромат, сам по себе, то есть вы понимаете, это кирки, подобный аромат, монсера, он очень тяжелый, я склоняюсь к тому, что, скорее, здесь еще причина в том, что она делает очень много пшиков, поэтому так. Следующий аромат, также не буду далеко ходить, это кирки Цистана Терензи. Я даже в его период не стала выписывать, все очень просто. Первое время для меня это были просто, ну, классные фрукты, я просто не могла, такой взрыв, прям, как будто реально взяли корзину и взорвали ее с этими фруктами. Мускус особо я не слышала, и даже я слышала ноту от этого раскаленного песка, то есть я знаю, как пахнет раскаленный песок, это многие знают, да, бывали на пляжах, когда вот прям даже ногам, понимаете, ну, знаете, да, когда прям даже пяточком горячо очень вступает этот горячий песок, то есть вот прям такой прям запах от него бывает, исходит от этого песка. И, то есть, какое-то время даже я его пыталась пробовать носить, муж у меня от него в восторге, но со временем, когда он настоялся, видать, мускус тоже, как бы, ну, все компоненты там тоже все подделывали, все настоялось так хорошенько, и аромат стал пахнуть бензином. Это просто, я раньше не могла никак понять, как люди могут писать такие комментарии, по типу, о, этот аромат там пахнет, извините, там, фекалиями, этот аромат там пахнет какими-то вонючими, там, тряпками, да, там, мокрыми. То есть, думаешь, ну, как, то есть, как бы, ну, там же компоненты такие, там, нет никаких тряпок, нет никаких фекалий, как он может так пахнуть? Но теперь, когда написали, например, о Кирке, да, что он пахнет, что он пахнет бензином, и я услышала, и когда он настоялся, я услышала этот бензин. Просто представьте эту же корзину фруктов, которая уже так немножко, да, под солнцем напеклась, да, вот прям она уже, хотят эти все фрукты полопаться, и сверху обильно все это поливают бензином. И настолько мощная концентрация у аромата стала, что когда я даже делала один пшик без привлечения, без вранья, говорю, как есть, когда я делала один пшик, у меня просто отрубались носовые рецепторы. Я не знаю, как так, с чем это связано, у меня просто такое было ощущение, как будто я себе взяла и напихала вату себе прямо в нос. В общем, а какая история с этим ароматом была? Все-таки я же рассказываю, что он как в антикомбентарных. У меня очень любит его моя лучшая подруга. Я ей и продала этот аромат, и она мне пару раз рассказывала о том, что она тоже любит, видать, много пшиков делать. Она говорит, я его не слышу, для меня это прям как аромат моей второй кожи, я его обожаю. И она не знала, где покупать. То есть, если она боится покупать в интернет-магазинах, боится покупать иногда в оффлайн-магазинах, боится подделки, в общем, и не переубедишь ее. И она, так как я купила, так как у меня точно оригинал, она решила купить его у меня. И когда она приходила в аптеку, она как-то рассказывала, что, по-моему, поранила палец, зашла в аптеку купить, ну, чтобы палец себе заделать, в общем, ранку, да, там все вот это вот сделать, все эти процедуры, скажем так. И на что фармацевт начала открыто кашлять. Она говорит, никого в аптеке не было, она начала кашлять демонстративно, то есть. А она такая не поняла, то есть, в чем проблема. И она говорит, что пока она ходила, там искала этот пластер, да, там пока вот что-то ей продать, да, она ходила и кашляла. И когда моя подруга уже все купила, получается, пошла и решила сесть на лавочку в этой же аптеке, чтобы себе перебинтовать палец. Или, по-моему, мозоль, ну, не важно. В общем, что-то она решила сделать, то есть, по-моему, либо мозоль, либо палец, не важно. И фармацевт ей сказала, девушка, что вы тут сидите, уходите отсюда. То есть, вот так вот прямым текстом просто берите и уходите отсюда. Ну, как бы вроде бы лето было, да, но она говорит, ну, что я буду скамейки искать, если вот скамеечка есть в аптеке, я сяду, да, я себе дела свои сделаю, да и все. В общем, как-то так. Еще одна история была такая, достаточно тоже смешная. Я знаю ее дедушку, он всегда открыто все в лицо говорит, то есть, что он думает, то он и говорит. И когда она надушилась этим ароматом, села к нему в машину, он мне так посмотрел, таким видом, и сказал, выходи-ка из машины. Ему не понравилось, он сначала сказал, чем от тебя так воняет, а потом сказал, выходи-ка из машины. Просто вот, ну, и еще много всяких разных историй она рассказывала о том, что, ну, вот, не оценивают люди в ее окружении, ей не нравится. А, например, вот она, она прям жить без него не может, она говорит то, что у нее все вещи уже пропахли этим ароматом. Ну, как-то вот так. Я лично не смогла больше его на себе носить, я уже, то есть, до этого я вам рассказала, конечно же. Вот как-то так маленький отливантик себе оставляю, иногда я, конечно, к нему прикладываюсь, чтобы просто вспомнить какой-то аромат. Но, поверьте, моя такая альфакторная память, если можно так сказать, она все помнит, она помнит вату в носу. Расскажу, это будет сетевой аромат, это Avon Little Black Dress. Я не знаю, носили вы такие, знаете ли вы такие ароматы вообще, я ее носил, ну, то есть, какие-то такие популярные носили или не носили, да, кто на меня подписан. Будет интересно почитать, какие у вас были в любимчиках, какие вы носили, ну, если, конечно же, носили. Так вот, у моей сестры любимый аромат на тот промежуток времени, когда мы были подростками, был как раз-таки Avon Little Black Dress, самый классический, самый первый. И, знаете, я не помню, если честно, этот аромат, то есть, как он пах, но мне захотелось вам зачитать пирамиду, то, что как-то, может быть, освежить свою память, да, может быть, что-нибудь я вспомню все-таки, чем он пах. Но память моя не вернулась, все-таки я вам прочту. Верхний – это сицилийский лимон, розовый перец и слива. Средний – жасмин, розовые лепестки и пион, розовые, сандал, мускус и ваниль. Что интересно, пирамиду такая достаточно многообещающая, да, такая интересная, тут вроде бы и слива есть, и даже жасмин есть, какие-то розовые лепестки. Ну, нет, я ни о чем не говорю, потому что для меня аромат запомнился чисто таким резким, удушающим, сразу же извиняюсь, кому нравятся те ароматы, да, про которые я говорю еще раз, как бы, да, мало ли, может быть, кто-то еще только начал у меня середины смотреть. В общем, я запомнила этот аромат достаточно такой резкий, я не помню, там, какой он был, больше сладкий или больше, например, кислый или цветочный. По-моему, больше цветочный он был, но именно вот резкость, такая, знаете, прям аж ком в горле стоит. Но, так как мы были подростками, понятное дело, что денег у нас на такие более люксовые парфюмы не было. И как-то у нас такая ситуация была, что сестра обильно им надушилась, и мы с ней решили пойти в торговый центр. И как раз-таки, когда мы стояли, чтобы перейти маленькую дорогу, да, чтобы перейти дорогу на светофоре, стояли только мы с сестрой, и подходит женщина лет 50. И я прям точно помню, что как вот мы стоим, стоим вроде такая тишина, да, и она берет и говорит, а женщина около лет 50. И она такая берет и говорит, девочка, почему от тебя пахнет мылом? Ты такая молодая, а тебя должно пахнуть цветами, фруктиками, там, сладостями, а от тебя пахнет мылом. И мы на всю жизнь это запомнили, то есть, а мы даже, знаете, мы даже опешили, потому что, ну, видите, нам по 15, там, по 14 лет, мы как бы, ну, то есть, никто наши границы никогда не нарушал, а тут женщина просто спокойно сначала подошла, а потом прям конкретно подошла к моей сестре и начала это ей говорить. То есть, мы даже ей ничего не успели сказать. Ну, да ладно. Я гирюл отрицательный этот аромат и наш дедушка, потому что он не очень любит аромат, да, вообще, в принципе. Но есть и такие ароматы поликорректные, да, которые прям не кричат, не это. Даже, по-моему, как-то я и кричащие, ну, такие прям достаточно тяжелые ароматы надевала, он ничего не говорил. Ну, вот я запомнила, что как-то я была в этом аромате точно так же и выходила, получается, на веранду, то есть, из дома. Дедушка тоже выходил, и он мне сказал, что от меня очень сильно, зачем-то так он душилась, очень сильно пахнет. То есть, таким, знаете, в такую агрессивную сторону. В общем, как-то так. Если у вас вот этот аромат был, расскажите мне, чем он для вас пахнет, когда вы его носили, носите ли его до сих пор, потому что мне кажется, что уже сетевые ароматы много поменялись, то есть, когда они пахнут тогда, то есть, ну, именно не в лучшую сторону. Ну, это лично мое такое субъективное мнение. Так, также хочу вам рассказать про аромат Ажмал Шайн. Я как-то своей сестре, когда пришел заказ Духи РФ, и там положили пробник Ажмал Шайн, я ничего про этот аромат плохого сказать не могу. Лично мне он понравился, ну, такие фруктики, он такой пудровый, ну, приятненький, такой сладенький, то есть, за ту цену, которую за него просят, в принципе, ну, нормально. То есть, ну, именно не, понятное дело, не в сетевых магазинах, да, а в онлайн-магазинах. Тоже захотела выписать пирамиду, это верхняя нота, это клубника, гранат, средняя пион, ландыш, даже ландыш есть, базовая пудровая нота, да, вот я чувствовала пудровые ноты, древесные, да, и древесные ноты. И моя сетра как-то тоже им надушилась, пошла в магазин, и знаете, вот, как вы считаете, должен ли продавец в магазине говорить какой-то плохой комментарий в ваш адрес, если ему не нравится ваш аромат? Вот, серьезно, меня, знаете, иногда так вот немножко, не то чтобы расстраивать, немножко даже раздражает эта тема, то, что, когда, например, чайка пахнет немытым телом, скажем так, да, или, например, перегарящим, ну, алкоголем, то есть, неважно, да, чем-то таким вот неприятным, отвратительным, ему никто ничего не говорит. Но когда просто пахнет духами, например, я понимаю, что везде, конечно, свой есть, ну, то есть, как бы, мы все должны соблюдать дозировку, да, не нарушать ничего пространства, но я считаю, что вот продавцы, например, в таких каких-то организациях, да, ну, никто никому ничего никогда не скажет. И, как бы, она, то есть, моя сестра, она говорит, что я много не душила себе, я говорю, сделала всего два спрей на себя, а я этот аромат пробовала, и он абсолютно неудушающий, вот такой приятный достаточно. И продавщица начала так же кашлять, молодая, причем девушка, ее примерно лет, моей сестре 21 год, ну, около 20 лет, и потом она ей сказала, то есть, когда она решила, она ей сказала, не душись так больше, зачем ты так душишься? Господи, просто я не знаю, вот как людям вообще позволяет воспитание говорить такие вещи, я понимаю, если бы вот реально, как я до этого сказала, что какими-то такими непотребствами пахло, и сказали еще, да, и то, понятное дело, что никто никому не должен ничего говорить, то есть, иногда люди, бывает, стоят там, терпят и ничего не говорят. Можно, например, продавец или там фармацевт, то есть, ну, любой человек с какой-то такой вот профессии говорить простому, да, покупателю, например, об его, например, аромате, что ему не нравится, я считаю, что нет. Мне кажется, это портит впечатление, и вообще, в принципе, лицо предприятия или там, лицо магазина, ну, не важно, то есть, как-то вот так. Последний аромат из категории антикомплементарных, мне захотелось рассказать в таком контексте, как бы, это вроде бы мой любимый аромат, но его ненавидят, и это аромат от Пуа Карабан, называется он Олимпия, обычная, самая классическая у меня Олимпия, вот он у меня как уже настоялся, такой уже темненький, такой уже темненький цвет жидкости стал. У меня есть знакомая, и она работала в Литуале, и она мне говорила, когда, ну, то есть, мы с ней разговаривали про духи, она именно, когда работала в Литуале, она стояла вот у стендов с всякими разными духами, то есть, если у них не было конкретно консультанта, который прикреплен к какому-то бренду, ну, они просто как бы, да, ходили, советовали там, как и с косметикой, так и с ароматами, с парфюмами, да, вот, и она рассказывала о том, когда я вот ей скинула, какая у меня коллекция ароматов, она видела Олимпию, она говорит, ты что, носишь Олимпию? Я ей говорю, да, а что такого? Она говорит, все так на него фукают, не приведи Господь, просто предложить человеку подойти к стенду по Кора Бан, а именно к аромату Олимпия. Она говорит, все просто тапками, помидорами его закидывают, все просто его ненавидят. Но тут как бы такой небольшой, как бы резонанс, если можно так сказать. Мало того, что как бы это один из моих любимых парфюмов, да, это один из моих таких первых люксовых парфюмов, так это еще и самый комплиментарный мой аромат. Мне никто никогда не говорил, что от меня как-то неприятно, там, сильно сладко, ну, то есть в таком духе никто никогда ничего не говорил, что как-то от меня не так пахнет. Поэтому вот, палка в двух концах, как говорится, но я ей сказала об этом, то, что мне никогда не говорили никаких плохих комментариев на него. Она говорит, нет, как ты это носишь, он такой удышающий, он такой вонючий, все на него там пальцем тыкают, говорят, что это дихлофос. Дихлофос, вот это запомнилось слово, что она говорила, что все говорят, что это дихлофос. Поэтому как-то вот так. Но чем-то для меня он пахнет, я все-таки, я первое все-таки выписала, но я думаю, что многие с ним знакомы. Для меня это такая соленая карамель и белые цветы. То есть здесь заявлен жасмин, да, здесь он такой чувствуется, то есть такая, знаете, кремово-пыльцовая, такая белая цветочность. И вот прям отчетливо я слышу соленую вкусную такую сладкую карамель. Но у меня, кстати, постоянно спрашивали, что это у меня такое за аромат, да, то есть незнакомые тоже и знакомые, то есть мое любимое, хотел сказать, мое, в общем, окружение всегда спрашивало, что это у меня такое. То есть приятно, всегда делали комплименты, что это у меня приятно сладко пахнет. То есть никогда я на него плохих комментариев не славнивала. Следующая категория ароматов, я назовала ее так, не нравится мне и моему окружению. Здесь немного будет аромата, все-таки они есть. Первый аромат я сразу же тоже так же извиняюсь, потому что я, если честно, не ожидала, что у меня так может вообще в принципе получиться, потому что я искренне завидую тем людям, как я уже как-то в своем видео говорила, я искренне завидую тем людям, по-белому, конечно же, которые, что им не подари, и они любой подход к этому аромату найдут. Ну, не только там, как житель в туалете, да, извините меня, а именно прям, ну, там, какое-то время год для него найдут, или какое-то настроение для него найдут. Там, если уж прям в крайнем-крайнем случае, только подарят, да, то есть как-то вот что ни подари, и в принципе, ну, легко угодить в ароматах. Я тоже считала, что я к такому, что я к таким людям отношусь, но как бы не так. Какое-то время назад, может быть, пару лет назад, я постоянно улавливала шлейф такой, знаете, резких таких духов, таких резких, не хочу сказать бабкиных, потому что, ну, как у нас бабушки, бабки могут пахнуть, я не знаю даже, да, ну, то есть не курева, да, там, никаких-то там грязных вещей, ну, то есть, ну, то есть не какой-то такой, знаете, непотребский вонючий там какой-то аромат, а именно такой какой-то резкости, какие-то такие, знаете, как говорят, резкие духи у тебя. И причем я встречала и на молодых девушках, и на более постарше девушках, женщинах, и все они были такие ухоженные, то есть даже не скажешь, что, ну, то есть видно сразу, что девушка с тобой, да, ухаживает, и думаешь, господи, от нее так пахнет, и что это, паленые духи, или что это. И тут как-то я рассказывала, что у меня в конце этого года был забег на парфюмерный магазин, потому что там, где я живу, у меня парфюмерных магазинов не было, и тут я решила поехать и перепробовала просто все люксовые ароматы. И вы не поверите, я решила подойти к стену Шанель. Сейчас с вами говорю об аромате Шанель Коко Мадемуазель. Я именно пробовала версию Intense, мне кажется, что они между собой все похожи, то есть я не говорю за туалетную воду, потому что, как ты говоришь, вроде бы она отличается с парфюмерной, но их там много всяких разных версий, но именно я пробовала Intense. И когда я попробовала, я как раз-таки хотела себе вслепую заказать аромат Шанель Коко Мадемуазель, да, там, не знаю, какой даже концентрации, но просто хотела, чтобы он у меня был, потому что он такой хваленый, да, и как бы многим он тоже нравится, что, типа, это аромат есть на там леди, или как, ну, как-то вот так, да, то есть такие какие-то отзывы я о нем слышала, и это был тот самый аромат, который я слышала пару лет назад, когда постоянно проходила, то есть, например, я иду, всегда фор прохожу так же, да, по дороге, и прям такой сильный удушающий запах, и потом я поняла, так это вот эта резкость, это, наверное, вот эти почули, да, это, скорее всего, почули, которые, говорят, они такие, знаете, колки, как ножи острые, которые прям так в нос мне врезаются, то есть я не смогла, если честно, переносить это, и, считаю, я вам приведу именно Intense, да, версию, которую я пробовала. Верхняя нота это сицилийский апельсин, калабрийский бергамот и лимон, средняя роза, фруктовая нота и жасмин базовая, это почули, бобутанка, магадаскарская ваниль, лапданум и белый мускус. И вот отчетливо, что я слышу в этом аромате, это роза, такая, знаете, болгарская, такая тяжелая розища, прям такое масло даже, можно сказать, розовое. И вот эти вот колки, такие очень острые почули, очень резкий такой достаточно аромат, может быть, как-то еще не доросла до него, может быть, носили подделки эти девушки, хотя, знаете, вот, обычно бывает, посмотришь, как, например, девушка одета, не скажешь, например, какого-то, извините, у меня низкого социального статуса, да, то есть видно, что они достаточно так дорого были одеты, хорошо, с собой, то есть ухоженные, и такой вот аромат, и я просто всегда так думала, господи, как это, ну, то есть, что они на себе носят, что это там, из-за 200 рублей, из перехода там, какой-то аромат, или что это такое, в общем. В общем, как-то так получилось, и так вот вся моя начавшаяся любовь с брендом Chanel, точнее, с ароматом, да, Coco Mademoiselle, так она вся и обломалась, в общем, даже не успев начаться. Аромат, про который я уже рассказывала, это будет Монцера Ваниль Экклюзив. Я уже говорила, тут я также выписала пирамиду, он похож на всем нам известную Good Girl Gone Bad, да, девочку, плохую девочку, хорошую, точнее, девочку, которая становится плохой, Натар Коллекшена Королева Шеба, да, и всем этим ароматом подобным. И очень были положительные отзывы на фрагратики, как-то уже рассказывала, что я взяла, поэтому также опираясь на хорошие отзывы, но, к моему сожалению, я уже рассказывала, что мне приехал уксус, аромат уксуса. Я сначала думала, что аромат не отстоялся, и когда я открывала его, да, я как-то рассказывала, да, я показывала даже, видео, это я в подсказках оставлю, я помню, я открыла коробку, там есть мешочки, ну, понятное дело, да, характерные для ароматов Монцера. Я открыла, достала мешочек, и из мешочка начало пахнуть вот этими мокрыми сигаретами, как будто знаете, вот взяли пачку сигарет и намочили ее. И она так долго уже достаточно полежала, и вот этот аромат вот этого разбухшего какого-то такого табака, именно от сигаретного. Думаю, ну ладно, как бы, может быть, ну еще как-то интересно, да, многим же нравится аромат сигаретного, что в этом такого. И когда я его распылила, и муж мне сказал, что пахнет уксусом, и я такая думаю, ну ладно, может быть, он не отстоялся. И, конечно же, я расстроилась, потому что и аромат не дешевый, и как бы, ну, все мы понимаем, да, что слепые покупки, когда они не очень удачные и достаточно отлично стоят, они всех нас могут огорчать, да. Но со временем, когда он отстоялся, уже месяц-два, там, три и так далее прошло, он поменялся абсолютно. И знаете, я не знаю, что это, ну, что это может быть, потому что я думала, что может что-то с моим обонянием. Может быть, я говорю мужу, что, например, мне пахнет уксусом, ему тоже пахнет уксусом. Может, какое-то у нас там помутение рассудка случилось, там, скажем так, массовое. Но я давала его послушать и своей сестре, и своей маме, то есть и своим близким, то есть родным людям. И все сказали, что пахнет или солеными огурцами, или уксусом. То есть я говорю, а чем тебе пахнет? Они такие, блин, что-то понять не могу, чем-то вот таким вот, как из-под банки, из-под огурцов. То есть как-то вот так вот. То есть я говорю, уксусом может быть? Они такие, да, уксусом. То есть только потом, когда уже, знаете, какие-то такие предположения я выслушаю, только тогда я могу дать подсказку, что, например, чем мне пахнет. Как-то я вот так вот, как-то так вот с ним вот так получилось, но я его успешно продала, девушка у меня очень была рада, что у меня его купила, я надеюсь, что она носит удовольствие, что ей очень нравится. Но вот как так, что ни один человек на фрагрантике не написал то, что пахнет уксусом? По-моему, или один все-таки комментарий был, но я как-то не обратила внимания. Но вот сейчас, когда я смотрела так давно, не было на него никаких комментариев, что там, например, уксусом, огурцами и всем подобным. И вот что это, как это объяснить, я не знаю. Аромат, про который я расскажу, это будет Avon Today. Я хорошо отношусь у Avon именно к этой вот линейке Today, Tomorrow, Always. В принципе, ароматы такие приятные, они чуть подороже, чем у них обычные ароматы, да. Но не знаю, как так вот получилось, что в физическом уровне не очень хорошо переносится. Этот аромат подарила мне мама, а до этого ей дарила ее подруга. Когда я первый раз его услышала, он откровенно цветочный. То есть сейчас я вам переведу его, зачитаю, и уже будет понятно примерно, о чем он. Он очень откровенно цветочный, и он пахнет прям таким жирным маслом. Таким, знаете, как будто взяли цветы такие сушеные и залили это все таким прям вот, ну вот, даже не, вот, можно сказать, подсолнечным. Солнечное, финированное и недезодорированное масло, то есть, ну, вонючее масло, да, которое необработанное. Как-то вот так. И потом, когда я уже прочитала периоду, я, в принципе, поняла, почему у меня так пахнет. Верхний нот это фрезия, кактус и стефанотис. Стефанотис какой-то, стефанотис, не знаю, что это такое. Степанотис, стефанотис, не знаю, что это такое. Это какие-то, то есть, какие-то цветы, я смотрела, то есть, на картинках были нарисованы цветы. И базовое это мускус, водные ноты, древесные ноты, кедр и роза. И я поняла, что это пахнет. Это самое настоящее туберозище, очень жирное, очень, знаете, такая, то есть, аромат очень такой напористый, очень агрессивный. И если, например, можно, давайте так сделаем небольшую условность, что я обычно по возрастам не делю ароматы, но если бы я делила аромат на возраст, да, вот именно этот, он бы был для такой более взрослой дамы, которую уже за цать лет, ну, лет-то 50, наверное, но, в принципе, я его так-то сносила, с таким, знаете, не пишу такой натяжечкой или как, потому что, ладно, он, откровенно, там цветочный, то есть, я ничего против, не имею цветочных ароматов, но он очень тяжело переносит. То есть, я, как вы знаете, я любитель белых цветов, у меня очень много ароматов с белыми цветами, в частности, с туберозой, но здесь она такая, знаете, прям хищная, такая стервозная, и вот реально как будто взяли и в аромат добавили, то есть, он даже по консистенции ощущался, как жирное такое масло, и он очень был жирный, то есть, по запаху, да, вот этого масляного, такому запаху. Как-то, в общем, вот так. И, слава богу, на этом ароматы, которые не нравятся мне и моему окружению, они закончились. Сейчас хочу закончить на такой позитивной, можно сказать, ноте, потому что все-таки, хоть и так называется, бежала от шлейфа, но мне хотелось бы небольшую такую позитивную ноту внести, да, и все-таки я вам расскажу про ароматы, на которые делали комплименты мне. Сразу оговорюсь, я как-то делала видео о том, что мне делают комплименты, да, многие ароматы, но мне делают их мое окружение, потому что, может быть, я так, знаете, скромничаю с нанесением аромат, то есть, все мало я делала, например, шиков, да, и к мне никто не подходит. Может быть, как-то, ну, не знаю, то есть, может быть, как-то не очень разговорчивый такой народ, да, он очень подходит, да, ну, в общем, не знаю, может, как-то я так отталкивающе выгляжу, хотя, я не знаю, мне кажется, я не отталкивающе выгляжу, Ну, в общем, какие-то, может, какие-то обстоятельства, что ко мне в основном не подходят. Но когда, например, я в мои такие студенческие, да, годы и в мои школьные годы, помимо моего близкого окружения, да, там, при родителей, там, понятно, родственников, мне также делали, например, в школе комплименты, малознакомые, например, или там просто знакомые мне люди. И понятное дело, что здесь будут в основном сетевые ароматы, потому что когда я училась в школе, да, и это, как я уже сказала, не было средств, но все-таки эти ароматы, они очень по себе даже, очень даже хорошие. И первый аромат, которого уже нет, ну, если, конечно же, поискать, он, то есть он сейчас снят, это был аромат Outspoken by Fergie, то есть я помню, что он назывался by Fergie, а то есть что он Outspoken назывался, я, ну, не помню просто, помню и какой у него флакон, да, и вообще, в принципе, какого он света, да, это был аромат, этот аромат был моей мамы, она как-то один раз купила, он, типа, акклиментированный шел, и я очень много получила комплиментов на него, если честно, мне постоянно говорили, что от меня очень приятно пахнет, типа, вау, какой у тебя аромат, такой он, и когда я спрашивала, ну, например, я даже помню тогда, что я спрашивала, а чем от меня пахнет, все постоянно говорили, ну, восточно, сладко, очень приятно, мне постоянно подруга, кстати, моя делала мне комплимент, Я старалась душиться разными ароматами, то есть сетевыми, но разными. И постоянно мне подруга моя говорила, когда именно я в этом аромате была, что «Вау, как у тебя классно пахнет, Натаха, скажи, что это стухи!» И я как бы ей говорила, что это феорги, то есть я ими уже пшикалась. И мне одноклассники, причем, говорили комплименты, что от меня очень приятно, очень сладко, классно очень пахнет. Так что вот, пирамиду вам прочитаю, но если вы, конечно же, поищите, если вас заинтересовал этот аромат, он все-таки какой-то такой более восточный, тягучий, сладкий, ну как я в своей памяти его помню, хотя по пирамиде не могу сказать, что какой-то прям восточный-восточный, хотя, ну может быть, тут есть шафран и кожу, сейчас вам пирамиду зачитаю. Верхняя нота – это черная смородина, лесные ягоды, карамбола даже есть и шафран. Может быть, кстати, вот эта восточность, она как раз-таки из-за этого шафрана. Средний тубероза, жасмин и страста цвет. Ну, знаете, там не было такое прям конкретное туберозище, то есть он не сказать, что, ну, то есть в плане он не был такой крайне цветочный, он был такой сладко-восточный, и базовый – это кожа бедного дерева и ветивер. Не знаю, я ветивера никакого не чувствую, просто помню, что, еще раз повторю, что он был такой сладкий, такой тягучий, с каким-то таким восточным колоритом, и сейчас, например, да, когда я анализирую, я представляю, например, девочку лет 13-14, которая бы носила этот аромат, да, но я носила, то есть как-то так вот получилось, что мне этот аромат нравился, я его носила. И также расскажу вам про тоже сетевой аромат, он у меня есть, я вам также его покажу, так он у меня, он и другой немножко версии. Это Avon Cherish именно The Moment. У меня Cherish обычный, вот такой вот флакончик у него стандартный для Cherish, крышка уже ничего не помогает, я ее пробовала оттирать, и у меня осталось буквально вот пару капелек. Это так, знаете, чисто моя память, он такой приятный, такой хорошенький. И почему-то, когда я попробовала Gucci Flora Gardenia, мне он, что-то я напомню, хотя я смотрела на фрагантики сравнения, и не сравнивают его с Gucci Flora Gardenia, но почему-то вот как-то так. Я сносила очень много его флаконов, приведу я не писала, уже говорю вам, что по моим ощущениям у меня Gucci Flora Gardenia, как-то вот так. И я сносила, наверное, флаконов 5-6, мне постоянно делали комплименты, и делали мне чужие люди комплименты, да, именно, ну, то есть, как бы, вроде бы, мое окружение, то есть, как бы, я, ну, так сказать, не мое окружение, я их знаю, этих людей, но, например, я с ними не общаюсь. Мне тоже постоянно, когда проходили, говорили, что от меня очень вкусно, очень нежно, весь по весеннему, по приятному, как вот от молодой, приятной, красивой девушки от меня пахнет. То есть, очень много мне делали комплиментов, никакого комплимента, никакого антикомплимента мне не делали, потому что, там, как-то он, как, некоторые пишут, там, дешево, шампунь его пахнет, в таком, в общем, вроде. И также уже я говорила про мой самый комплиментарный аромат, да, который я часто носила, но это уже было, получается, я уже закончила техникум, то есть, я уже выпустилась, мне лет, наверное, 18 было, то есть, это не совсем уж так уж сильно недавно было. Самый первый, по-моему, люксовый аромат – это вот Олимпия, и постоянно мое окружение, когда я в нем, особенно любила я носить его на своей кожаной куртке. У меня прям пропиталась куртка этим запахом, и я помню, моя подруга прям так подносила, как приятно пахнет, как классно. А когда я ей показала, то есть, когда я дала так ей понюхать, да, шикнуть на себя, она сказала, фу, бери это, то есть, как-то вот так, то ли как-то вот конкретно на мне этот аромат. Хотя я в основном, как, ну, уже вы поняли, я ношу ароматы на волосах, на вещах, как-то вот, ну, как-то вот так, в общем, получается, да. Олимпия Пакарабан, я бы, знаете, не ставила крест на этом аромате, потому что сейчас у него вышло очень много всяких разных версий, да. Есть даже у него версия, по-моему, Легенд или Легерея, не помню, по-моему, Легенд называется, по-моему, 20-го года версия. И они вообще абсолютно разные, не отличаются. Потом какая-то еще вот версия уже в 21-м году вышла, если я тоже не ошибаюсь, по-моему, в 21-м году. Если я найду, так же вам здесь, где-нибудь скину, подпишу. Тоже очень похвалили, понравился аромат многим. И Олимпию Аква, знаю, что очень хватит. Поэтому, если, например, для вас это очень тяжело, ну, как-то вот, понимаете, что вроде вам нравится, что-то вас отталкивает. Но все равно, например, какой-то составляющий, да, типа по типу соленой карамели, например, вас манит, такое вам интересно. Попробуйте разные версии, разные фланкеры, может быть, какой-нибудь из этих фланкеров вас зацепит, вам понравится. И этот последний аромат хотела вам рассказать. Не могу сказать, что прям бежала за шлейфом, да, но этот аромат мне всегда был интересен. В начальной школе моя учительница носила один аромат, и я постоянно его на ней вдыхала. То есть вот сколько я ее помню, она постоянно была в одном и том же аромате. И поэтому, что никогда я не спрашивала, да, и когда уже старше стала, я не спрашивала. То есть просто мне нравилось всегда с нее ее обонять. И как-то пару лет назад я подарила своей бабушке от Левант Версачи Кристалл Нуар. Не помню, в туалетной версии или в парфюмерной версии, но это даже, в принципе, не важно. Они там немножко похожи, да, немножко отличаются, как-то вот так. Вот я подарила этот Левант, и когда я его вдохнула, я говорю, это аромат моей учительницы классный. То есть я думала, что буду носить сама его, потом подарила своей бабушке, потому что мне показалось, что на ней он прям очень дорого, красиво на ней звучит, да, когда она в шубе ходит, да, по зиме. Ну, не только по зиме, да, она достаточно у меня, когда выходит, как она говорит, в центр, да, она всегда так подкрасть, такая вся ухоженная. Вот, мне показалось, что этот аромат на ней очень хорошо будет. И я не ошиблась, потому что как-то мы тоже не так давно с моей классной учительницей виделись, когда я приезжала к себе обратно на родину, как я говорю. Мы с ней пересеклись, обнялись, и я почувствовала тот самый знакомый для меня этот такой тёплый кокосовый имбирный аромат. Для меня это аромат тёплых воспоминаний, для меня это очень хороший, приятный аромат, потому что я очень люблю свою первую классную учительницу, которая с первого по четвертый класс ведёт. Вот, в общем, как-то вот так, хороший аромат, но я себе не представляю, потому что для меня это прям вот в точности образ либо моей бабушки, да, потому что сейчас она его носит, либо образ моей первой классной учительницы. Ну что, вот такие были у меня ароматы, я надеюсь, что я никого не видела, если я кого-то обидела, я уже, наверное, третий или пятый раз извинилась, но все мы индивидуальны, все мы разные, и этим мы прекрасны. Так что обязательно мне напишите, какие ароматы на вас были антикомплементарные. Давайте разбираться в комментариях, почему так возникает, я, конечно, понимаю, что у всех обоняние разное, но всё равно будет интересно, например, про какой-то конкретный, например, популярный аромат почитать, да, если кто-то мне напишет про какой-то популярный аромат. Давайте разберёмся, что может так именно отталкивать, то есть напишите, что вас конкретно отталкивает, какие конкретно ноты вас отталкивают. Хочу обратиться к блогерам. Если вам интересна данная тема, так вела не я, я просто немножко его поменяла, мне захотелось чего-то новенького, необычного. Если вам будет интересна данная тема, то тоже жду ваших видео, мне тоже будет очень интересно посмотреть. Спасибо большое, что привели это время со мной, мне очень приятно с вами пообщаться, до новых скорых встреч и всем пока!